Летняя пора – время комплексного благоустройства. Сразу на нескольких объектах на разных территориях можно увидеть сотрудников районных служб, которые делают наш город лучше и комфортнее. В Расторгуевской части города на улице Центральной работы начались недавно. Сейчас здесь меняют бордюрный камень. Чтобы не создавать жителям лишних неудобств, ремонт сначала завершится с одной стороны дороги, а потом начнется с другой. Затем произойдет полная замена дорожного полотна и обновление тротуара. Здесь только начались эти работы, может быть, неделю, как только приступили. Вообще работы должны быть завершены до 30 августа. Я думаю, что завершат их гораздо раньше. Будем стараться, чтобы не причинять неудобства жителям. На улице Тинькова, также в Расторгуеве, после выезда из тоннеля уже сняли асфальтобетонное покрытие. Сейчас дорога вся в ямах, но уже скоро автомобилисты и пассажиры общественного транспорта будут ездить по новому гладкому асфальту со свеженанесенной разметкой. Если там в течение лета это сделают, чтобы до снега, без дождей, чтобы не клали там в лужи или не клали на снег, тогда будет нормально. Есть, конечно, положительные моменты, но есть над чем еще и работать. Работать и работать. Но это естественно. Всегда хочется лучше. Вот хорошо вроде бы, а что-то еще хочется. Люди стали более требовательны. В другой части города, в жилом комплексе Видный, работы проводятся во дворе с учетом обязательных элементов благоустройства. Обновленный асфальт появился еще пока не на всей территории, но работа движется. Уже сейчас у подъездов установлены новые скамейки, а дети могут играть на современной площадке. Что изменилось? Асфальт. Все как бы очень красиво. Все подъездные дорожки, все хорошо сделано для колясок. Глядя на темпы, с которыми идут благоустроительные работы в муниципалитете, с уверенностью можно сказать, что юбилейную дату 90 лет Ленинскому району город Видное встретит свежим и обновленным. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова